Для сотрудников ЗАГСа двери ветеранов всегда открыты. Доброй традицией стала чествовать в День Победы семейные пары, отвоевавшие Вторую Мировую. Марк Евгеньевич и Любовь Николаевна без малого 70 лет. Душа в душу. Примите слова безграничной благодарности за ваше мужество, за ваш героизм, за ваш вклад в победу. Вы наш главный пример силы духа и преданности Родине. Оба медиками прошагали всю войну, воевали на передовой, внесли свой вклад в победу. Больше чем за полвека вместе не разлучались ни на день. В этом секрет их семьи. Мы познакомились в конце войны, в 1944 году. Последний год войны мы были вместе. И после войны мы вместе. Вот и все. Что кроме внимания можно подарить ветеранам? Сотрудники ЗАГС решили. Икону Казанской Божьей Матери. Чтобы в доме был мир и благополучие. Еще 70 лет. Антонина Семеновна сегодня поздравления принимает одна. Ее муж тоже ветеран. До 68-й годовщины Победы не дожил. Женщина рассказывает, что поздравление ей особенно приятно. Ведь больше 30 лет она работала в Ивановском ЗАГСе. Коллеги Антонина Семеновна ветеранов никогда не забывали. Мы приглашаем к себе. То есть устраиваем чаепитие. Но сейчас связи с тем, что возраст преклонный. Не все могут прийти. Для них это проблематично. Сотрудники ЗАГС уверены, что еще много лет будут также приходить в гости к ветеранам и дарить им подарки. Жизнь у людей, воевавших за мирное небо, должна быть долгой и безоблачной. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.